Знаменитого французского философа Мишеля Фуко, конечно, в строгом смысле слова довольно достаточно трудно классифицировать как политического философа. Сам он никогда таким образом не представлялся и формально, если вот смотреть на список его трудов, то теоретических работ и политики у него на первый взгляд, по крайней мере, нет. При этом, с другой стороны, если мы посмотрим на те основные понятия, с которыми Фуко в течение всей своей карьеры работал, то мы увидим, что на первом месте, конечно, из этих терминов термин «власть». И Фуко в этом отношении был таким своего рода революционером, который пытался понятие власти переформулировать таким образом, чтобы по большому счету пересмотреть и те правила игры, которые в стандартной политической философии существовали. Традиционно власть ассоциируется с политической властью в понятой в таком узком смысле слова. Есть правительство, говермент, есть парламент, есть, в общем, все атрибуты государственной власти. Даже можно так, в принципе, и сказать, что власть — это, в первую очередь, политическая власть, и вся политическая философия, о которой мы говорим, в основном посвящена такому понятию власти. С одной стороны, достаточно узкому, с другой стороны, ну, вполне конкретному, что, собственно говоря, и хорошо. Фуко постарался посмотреть на понятие власти шире и постарался показать, что политическая власть в этом узком смысле слова, как власть правительства, это всего лишь одна из разновидностей власти, причем, возможно, в некоторых аспектах далеко не самое главное, и опирающийся на какой-то гораздо более широкий комплекс властных отношений, существующих в обществе. Здесь у Фуко есть две его по-настоящему революционные, захватывающие работы. Многие читатели этих работ, конечно, становятся фукледианцами, последователями философии Фуко и начинают думать в том режиме, которым Фуко им предложил, навязал. Эти две работы — это «История безумия в классическую эпоху» и «Надзирать и наказывать. Рождение тюрьмы». Даже по той тематике, которую Фуко здесь предлагает, это достаточно революционные работы, потому что первая из них посвящена проблеме психического безумия, вторая работа посвящена пенитенциарной системе, то есть, как следует из названия, системе уголовного наказания в тюрьме. И Фуко выстраивает на основании этого своего анализа фактически психиатрии, домов для душевнобольных и уголовной системы уголовного наказания, он выстраивает совершенно такое грандиозное здание вот этого политического анализа, политической критики современности. Стандартная история современности, которую мы можем найти. Так, секундочку, донат. Там ещё было видео про конструктивистские теории нации, слэш, не пропустили. Секунду. Следующее видео, следующее видео будет про конструктивистские теории нации после Фуко. Вот, а по поводу Фуко, что я имею сказать? Ну, это, да, один из главных таких парадигмальных критиков современной, вообще классической психиатрии, наряду с саентологами. То есть, вот, как бы, критики современной психиатрии, это либо леваки, да, типа Фуко, либо саентологи, да. То есть, ну, лечить мозг нельзя, потому что, типа, психиатрические болезни – это социальный конструкт, то есть, это всё обществом навязано, да, либо мозг лечить нельзя, потому что все болезни от тетана, то есть, от души, там, бла-бла-бла, сущность пришельца, которая заперта в твоём теле и всё прочее. Ну, и, конечно же, Фуко был, ну, как бы, у него бомбило от идеи о том, что психиатрия лечит гомосексуалистов от гомосексуализма, вот, потому что, ну, сам Фуко, он был геем. Вот, его это возмущало. Найти, ну, в любом учебнике общества знания, да и у большинства авторов заключается в том, что в последние 300-400 лет западное общество становилось более демократическим, более либеральным, более толерантным, а люди, соответственно, живущие в этих обществах становились более свободными. Вот, Фуко такой уровень анализа совершенно не устраивает. Он считает, что те формы либерализации общественной жизни, создания демократических институтов, тезиса о свободе слова и так далее – это всего лишь одна часть истории, а реальные истории власти в западных обществах в последних 400 лет гораздо более сложны. Значит, он обращает внимание в своей первой работе, которая принесла ему такую мировую славу, или европейскую славу, по крайней мере, в истории безумия. Он обращает внимание на то, что до какого-то момента тех людей, которых мы называем душевнобольными или безумцами, их не трогали. То есть до 17 века примерно в Европе не было специализированного института, который ставил бы перед собой такую задачу, как… Ну, их не трогали в каком смысле? Их либо почитали как святых, да, святых-юродевых, если мы говорим про католическую православную традицию или там некоторые восточные общества. То есть концепция божьего человека, убогий, как вот тот, кто находится у Бога, да. То есть как бы божий человек, святой, который настолько прозрел, что, значит, попирает мудрость мира сего. Либо их, наоборот, считали одержимыми, да, что этот человек одержим дьяволом, и тогда его надо убить. То есть специализированных учреждений для них не существовало, да, до определенного момента, пока при, там, значит, монастырях и богодельнях не появляются первые, значит, учреждения для, так называемых, душевнобольных. Потому что, ну, считалось, что это у человека с душой, чтоб не так. Вот, то есть это как бы в религиозном ключе это все решалось. Либо их убивали просто. Вот, а по поводу философии Фуко в целом, просто, ну, для тех, кто не сведущ, философия Фуко в целом – это достаточно, достаточно плохая компиляция идей Маркса, Ницше и Фрейда, с которыми Фуко по-разному играется в разных своих работах, в разных статьях и книгах. Вот, но при этом уже при жизни он обрел всемирную известность, потому что во Франции его очень любили, и буквально, буквально любую глупость и любую банальность, которую изрекал Фуко на страницах своих статей или в дебатах, тут же отношение к этому было восхитительное. То есть люди, которые это все комментировали, они говорили, что «О, как это гениально, это прекрасно, смотрите, что говорит наш великий мыслитель» и так далее. То есть был очень хороший пиар этому с самого начала, потому что Фуко был очень левый, и используя не только Маркса, но и отдельные идеи, заимствованные у Ницше и у классиков психоанализа, он, как бы его подход, его философия позволяла несколько неортодоксальным образом посмотреть на, в общем, наличествующую, в том числе и социальную проблематику. Вот, поэтому французам в 60-х годах прошлого столетия это очень хорошо заходило, и поэтому они, как бы, очень многие из них, или там левые, до сих пор продолжают читать Мишеля Фуко, выдающимся философом. Что, на мой взгляд, принадлежит, конечно, к одному из очень любопытных недоразумений истории философии. Потому что даже если мы про левых говорим, то, я не знаю, вклад какого-нибудь Гиернеста де Бора или вклад, я не знаю, даже не к ночи помянутого Герберта Маркуза или какой-нибудь Ханны Рент в этот левацкий дискурс намного, намного интереснее и намного содержательнее, чем вклад Мишеля Фуко. Хотя, может быть, это просто такое оценочное суждение. То есть, даже какой-нибудь Сартер, который на очень примитивный манер пересказывал для французских леваков идеи Киркегора и Хайдегера, он, то есть, в общем, тоже неплохо смотрится, да, и, в общем, даже сейчас очень много людей, которые Сартера продолжают считать, в общем, выдающимся философом, очень его любят и читают его книги. Вот. Ну и как-то так, да. Каким-то образом преследовать, лечить, исправлять или изолировать от общества душевно больных. И, ну, в православной традиции есть понятие юродивых, таких божьих людей. С другой стороны, когда-то, наверное, безумцев могли считать, наоборот, слугами сатаны и преследовать их в рамках инквизиции. Но это все такие отдельные явления. Могли их казнить как преступников. Но вот идея того, что у нас есть какое-то отдельное пространство общественное, где мы держим душевно больных, оно появляется довольно поздно. И Фуко связывает это, конечно, с теми социальными изменениями, которые происходят тогда в Европе. Ну, с одной стороны, здесь есть такая интеллектуальная подоплека, очень красивая. Он говорит, посмотрите, в 17 веке что является вершиной интеллектуальной такой западной традиции 17 века. Это философия Рене Декарта, которая особенно важна для французов и которая заявляет, что сущность человека это то, что человек владеет разумом. Следовательно, все те люди, как невежливо поясняет Декарт, в частности дети и идиоты, разумом не владеют, те за пределами человеческого рода в принципе находятся. Ну, вот дети могут вырасти, душевно больные могут, наверное, вылечиться, обрести заново разум, но пока вот они в этой ситуации находятся, они не совсем люди. И вот Фуко вставит такой вопрос, а что же это, собственно говоря, за тот разум, на который, за ту рацию, на которую мы постоянно делаем такую мощную ставку? Что это за человек? Каким качеством он должен обладать, чтобы мы его могли считать человеком? И он предлагает просто написать историю разума извне, то есть с позиции безумия. То есть историю разума Фуко пишет как история безумия. Для того, чтобы понять, что такое разум, мы должны понять, кто же те душевно больные, которые в тот же самый момент, когда Декарт писал про свою рациональность, начали вдруг помещать в душевно больных, в Англии и в дома для содержания душевно больных, в Англии и во Франции. И он считает, что сама идея того, что есть люди с отклоняющимся поведением, которым мы должны ставить медицинский диагноз и помещать их в изолированное пространство, это как раз и есть появление новой формы власти. Новая форма власти, которая связана с тем, что появляется капиталистическое общество, а капиталистическое общество наемных работников накладывает гораздо... Ну, кстати, когда появляется капиталистическое общество, то душевно больные, они как бы создают коммунистические партии и в них уступают. То есть у них как бы появляется свое комьюнити. Большие требования к дисциплине по отношению к среднему рядовому человеку. Если вы можете сидеть у себя в деревне и обрабатывать землю и платить налог феодалу, ваша жизнь, ваша деревенская община феодала крайне мало заботит. С другой стороны, если вы владеете мануфактурой, на которую приходят наемные работники, то вы должны следить за тем, чтобы работники были трезвые, чтобы они приходили вовремя, чтобы они выполняли в течение смены строго написанные, предписанные им операции и так далее. И вот Фуко считает, что здесь возникает как раз идея дисциплины. То есть там, где стандартные историки и историки политических учений видят либерализацию, Фуко видит появление дисциплинарного общества, который предписывает людям определенный как бы нормальный образ поведения и который в самом наглядном виде возникает как раз в примере с сумасшедшим домом. Потому что когда психиатр сталкивается с душевнобольным, то власть психиатра поистине бесконечно над душевнобольным. Он ему не только ставит диагноз, он не только может лишить его свободы и ограничить его в политических правах, но он еще при этом претендует на то, что опираясь на мощь государственных институтов, опираясь на медицинское сообщество, на свой диплом и статус психиатра, он может вменить человеку, что собственно говоря, я знаю о вас больше, чем вы сами знаете о себе. Я знаю, что вы душевнобольной и вам только кажется, что вы тот человек, за которого вы себе выдаёте. В этом моя истина, которую я вам предписываю. До тех пор, пока вы не исправитесь, до тех пор, пока вы не признаете, что вы реально вот этот человек, кем вы должны быть в обществе, я вас никуда отсюда не отпущу, я буду держать вас здесь и буду вас лечить. Вот это принципиальный тезис Фуко, власть как асимметрия знания. Некая инстанция говорит, я знаю о вас, как о субъекте и индивиде, больше, чем вы знаете о самом себе. И Фуко дальше, особенно это сильно видно в надзирате наказывать, Фуко... Да, раньше эта инстанция называлась церковь. Это демонстрирует такую целую палитру институтов, которые вместо либерализации или там под видом либерализации в Европе, начиная с 17-го и 18-го века, создаются. Помимо сумасшедших домов, это обычная клиника, где врач ставит нам диагноз и следит за здоровьем нашего тела. И с какого-то момента государство на себя берет эти обязательства, следить за тем, чтобы мы были здоровы. Дальше это школа, где детей учат правильному отношению к истории, правильному родному языку, правильному отношению к государству и вообще правильному... В конце концов, детей даже учат вот так сидеть, то есть первоклассников в школе, это вот типичная такая дисциплинарная техника. То есть просто берется тело и ему предписывается, как именно он должен себя вести для того, чтобы быть правильным гражданином. То же самое происходит в полиции, особенно тогда, когда полиция предельно широко понималась в 19-м веке, как такой институт по нормализации общества. То же самое происходит в тюрьме, то же самое происходит во всех государственных институтах, там армия и тому подобное. Везде возникает вот это тело. Да, это все было очень плохо, видите, все вот эти репрессивные институты в обществе, которые угнетали людей. Но если на секундочку абстрагироваться от этой риторики, то я могу вам сказать, что философия Сартера и Фуко породила такое явление в политике как Анг-Ха, революционная партия. Потому что юный камбоджийский студент Салот Сарр именно во Франции и именно у Фуко и Сартра нахватался всех вот этих замечательных идей борьбы против репрессивного буржуазного общества, когда во Франции проходил обучение. И, соответственно, был втянут в водоворот вот этих вот всех событий, связанных с французскими молодежными процессами, вот этими всеми студенческими волнениями, восстаниями, все вот эти вот, значит, неомарксистские идеи. А потом он вернулся к себе на родину и решил построить настоящий коммунизм. Так что у всей вот этой вот замечательной, либертарной, неомарксистской риторики есть некоторая неприглядная обратная сторона, про которую вам, конечно же, не расскажут ее апологеты. послушного ученика, послушного солдата, послушного заключенного, послушного клерка, послушного, правильно себя ведущего гражданина. И здесь, конечно, у Фуко возникает замечательное понятие паноптикона, которое восходит к идее Джереми Бентама, английского философа XVIII века, который разрабатывал концепцию идеальной тюрьмы. Идеальной тюрьмы такой, где заключенные не знают, наблюдают ли за ним в данный конкретный момент, но предполагают, что могут наблюдать. Тюрьма таким образом устроена. И вот для Фуко заключенный становится, то есть, как бы эта метафора становится метафорой современного общества. В современном обществе мы не знаем, наблюдают ли за нами и будут ли нас как-то наказывать за неправильное поведение, но мы должны быть такими гражданами, которые ведут себя правильно на всякий случай, чтобы чего-то не случилось. И здесь Фуков переходит к понятию такой микрофизики власти. Власть, которая со всех сторон нас окружает, власть, которая не только сверху в виде правительства, но и в виде гражданского общества так называемого себя проявляет, власть, которая контролирует каждый наш шаг. Иногда эти метафоры становятся даже избыточно наглядными, скажем, когда везде развешаны камеры наблюдения. То есть очевидно, что здесь очень легко проследить эту метафору от идеи паноптикона к идее того, что ради вашей же безопасности везде должны быть камеры. И в поздних своих лекциях Фуко обращается вот к этой теме безопасности. Либералы, напомню, считали, что задача, единственная задача и главная задача государства либерального это обеспечивать защиту граждан от преступности, от врагов, от мошенников. Фуко берет тему безопасности и показывает, что в принципе, если мы сделаем ставку на такое минимальное государство, то в итоге может оказаться вот что, что мир полон опасности, кругом педофилы, террористы, нигде нету защиты, ни в самолете, ни в детской комнате, где могут быть какие-то там, не знаю, нападения на детей со стороны родителей. И в итоге государство должно вмешаться. Государство, то есть само даже общество с точки зрения Фуко требует, чтобы государство вмешалось и защитило нас от всего этого бесконечного списка опасностей. И конечным пунктом критики Фуко, он умирает в начале 80-х годов, конечным итогом политической критики Фуко становится критика либерального государства, которое вместо того, чтобы дать нам свободу, дает нам, порождает внутри себя все новые и новые формы обеспечения дисциплины и безопасности. Фуко достаточно сильно повлиял на социальную науку второй половины 20-го века, да в общем и на современную социальную науку. И вот эти идеи о том, что мы должны переформулировать понятие власти и проследить. Да, именно поэтому современная социология носит такой ебищный вид. Ницше еще в конце 19-го века писал, что наша социология ущербна, потому что она по опыту знакома только с упадочными формами общества, и она принимает их за норму социологического суждения. Вот, то есть если за критерий правильности избирать даже не современные упадочные формы общества эгалитарные, но, скажем так, теоретизирование Фуко, то, соответственно, основываясь на таком критерии, социология станет только хуже. Я надеюсь, что Ян Зимель, когда он, собственно, получит диплом и, скажем так, несколько ой, Ян Зимель,